Всем привет! С вами Наталья на канале Сад и Огород Круглый Год. Вот урожай смородины. И заготавливаем мы смородину разными способами на зиму. Это и желе, это и перетертое с сахаром, а еще я люблю просто целой ягодкой, что делается очень легко. Вот в одной баночке я уже начала этот процесс. Посмотрите, как мы заготавливаем. Моем, чистим смородину от плодоножки, даем стечь воде и засыпаем в баночку. Засыпали мы в банку вместе с сахаром. Даем настояться. Засыпаем послойно. Вот я насыпала 2 ложки черной смородины и пересыпала с сахаром. И так до самого верха. Вот так я засыпала до самого верха. Посмотрите, ягодку. Но она со временем оседает. Вот как на этой баночке. Я могу досыпать сюда еще смородинки с сахаром. Укрываю крышкой. Вот таким вот образом. И когда пустит водичку, вот как в этой банке видно, я могу просто баночку вот так вот переворачивать, переворачивать, чтобы эта жидкость как бы полностью банку окутывала и сахар не заставился, как вот сейчас вот здесь. И все превращался в жидкость. Храню я такую смородину в холодильнике. Ну, чем хороша эта смородина? Ну, во-первых, она целиком. Я люблю просто ложечку вот съесть такой вот ягодки. Плюс полезная вот этот вот сиропчик, если можно так его назвать, жидкость, которая образуется. Еще бабушка говорила, когда болит живот, вот ребенку всегда давали вот эту вот юшечку, как мы называем ее, да. И да, это не тогда, когда у вас там инфекция какая-то, не дай бог. Но вот при болях живота мне всегда давали вот эту вот юшечку, ложечку съедала. И вы знаете, действительно оно помогало. Но витамины сохраняются, ничего не переваривается. Со временем ягода может как бы натянуть, и присмак уже как будто играет оно. Но ничего страшного, она в холодильнике постоянно. В общем-то, можно есть. Попробуйте. Хотя бы пол-литровую баночку. Вот так вот сделайте. Попробуйте. Понравится, будете делать. Как говорится, на спроса нет вопроса. Так что пробуйте. Должно понравиться. С вами была Наталья. Всего наилучшего.